Хей! Это Анастасия, преподаватель шведского, и сегодня я хочу поговорить про такие слова, как Монга и Мюкке. Оба эти слова переводятся на русский язык как МНОГО, но они употребляются с разными словами, с разными существительными. Монга мы используем с тем, что можно посчитать. Например, это могут быть апельсины, дома, пиццы и так далее. Мы можем сказать три апельсина, два дома, четыре пиццы. Давайте посмотрим примеры фраз. Монга апельсинер – много апельсинов. Монга пиццур – много пицц. Монга хюз – много домов. Монга беккер – много книг. Обратите внимание, что после слова МОНГО существительное всегда идет в неопределенной форме во множественном числе. Мюкке используется с тем, что мы не можем посчитать. Это могут быть сахар, соль, вода, снег, мука, например. Чтобы их измерить, нам нужны какие-то единицы. Например, стаканы. Два стакана сахара. Или килограммы. Три килограмма муки. Или ложки. Две ложки соли. То есть мы не можем посчитать эти предметы сами по себе. И это обычно слова, которые обозначают какое-то вещество. Давайте теперь посмотрим примеры. Мюкке сокер – много сахара. Мюкке сальт – много соли. Мюкке ваттен – много воды. Мюкке снё – много снега. Мюкке ринг – много дождя. Также у нас есть слова, которые могут употребляться как со словом монго, так и со словом мюкке. Это зависит от того, какое значение мы вкладываем в эти слова и в каком контексте их используем. Например, это слово пицца. Монго пиццу значит много пицц. То есть у нас много штук пицц. Может быть у нас три пиццы или пять пицц. Также мы можем сказать мюкке пицца – много пиццы. Например, у нас много пиццы на тарелке, и там лежит всего два куска. Тогда это будет много пиццы, много этого вещества, этой субстанции. Мюкке пицца. То же самое может быть с рыбой – фиск. Мы можем сказать монгофиска – много рыбок, отдельных рыбок. Или мы можем сказать мюкке фиск – если мы имеем в виду какой-то большой кусок рыбы, большой объём рыбы. С отдельными сортами рыбы будет примерно то же самое. Например, лакс – лосось. Мы можем сказать мюкке лакс – много лосося. Например, когда у нас большой кусок лосося. И мы можем сказать монго лаксар – когда у нас много лососей, много штук лососей. В следующем видео мы поговорим про прилагательные, которые образуют сравнительную и превосходную степени не по правилу. То есть поговорим про исключения из этого правила. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Проверьте ссылки под видео. Может быть, у нас сейчас открыт набор на какой-то бесплатный марафон. Или есть что-то ещё интересное. До встречи в новых видео! Хады собря! Хейду!